Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 85. Насчитывается Новый Завет с толкованием блаженного фатилакта и комментариями, считает Никита Колесников. 2 Фессалоникийцам 1.3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Толкование. 3 вещам научает здесь апостол. Если то, что окажется в нас исправное, то мы не себя за это должны хвалить, но Бога благодарить, и Ему все приписывая, не возноситься тем, если кто страждет. То это не плача и слез достойно, а благодарение к Богу. И страждущим надо радоваться, а не падать духом. Не должно завидовать тем, кои являются преуспевшими, а радоваться о том и благодарить Бога за своих братьев, так что уязвляющиеся добром, которые видят в других, самого Бога бесчестят. Выражение по справедливости апостол употребил для того, чтобы мы не возносились и с самой благодарностью, как бы делая этим нечто особенное, ибо тут мы делаем то, что должно делать. Почему назвал благодарность справедливостью? Или говорит так для того, чтобы внушить, что благодарить должно. Говорит так для того, чтобы внушить, что благодарить должно и словом, и делом, ибо такая благодарность есть настоящая благодарность. Если нахлынувший поток искушений за веру не потопил вас, то это служит признаком ничего-либо другого, как того, что вера ваша возросла и сделалась более возвышенной. Подобно это тому, как и в древнем потопе, возвышенные места нескоро были затоплены. Посему и сказал, возрастает, чтобы указать на значительную высоту веры. Обрати внимание на любовь вселоникийцев. Они не так поступали, чтобы одного любить, а другого нет. Напротив, их любовь во всем была равна ко всем. На это указывает апостол, когда говорит «каждого» и «друг ко другу». Ибо если мы любим только некоторых, то это не любовь, а растражение любви. Если ты любишь для Бога, то люби всех. Если же любишь только некоторых, то это дружба человеческая. Заметь, что тесное общение и взаимное поддерживание много помогают в скорбях. 2 Фессалоникийцам 1.4 Так что мы с вами хвалимся, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Толкование. В первом послании апостол сказал «все так знают вас, что нам нет нужды говорить о вас». Как же теперь говорит, что он хвалится о них в церквах? Это ясно из самого выражения. Он не сказал «мы рассказываем им о вас, но мы хвалимся и превозносимся вами». Поэтому если мы благодарим Бога за вас и хвалимся вами пред людьми, то тем более вы должны поступать так во всем, что случается с вами, а не падать духом и не унывать в искушениях. Апостол показывает, что фессалоникийцы подвергались искушениям долгое время, ибо терпение обнаруживается не два или три дня. Подлинно терпение состоит в ожидании, когда люди не получили еще обещанных благ. Но в настоящем случае он говорит о большем терпении, о терпении в гонениях и бедствиях. Ибо фессалоникийцы жили среди непримиримых врагов, и им нужно было особенное терпение. Это в начале проповеди, когда они были еще бедными людьми. Да устыдятся поэтому те, которые ради покровительства человеческого принимают ложное учение. 1 Фессалоникийцам 1.5 Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится царствие Божие, для которого и страдаете. Толкование Уже сказанным выше он утешил фессалоникийцев именно тем, что сказал «благодарим и хвалимся». Но теперь он дает то, чего больше всего ищет страждущий, то есть освобождение от бедствий и наказание тех, которые причиняли им зло. Таким образом, вот что означают слова апостола. «Переносите бедствие в доказательство того, что суд Божий правильно удостоит вас в царстве. Ибо если вас, гонимых, венчает, а тех наказывает, то в этом обнаруживается правда его. Великое доставляет им утешение, показывая, что они не только по благодати увенчаются, а по правде получают царствие, как возмездие за собственные друды и поты». Таким образом, не потому властвуют над вами гонители, что они сильнее, а потому что страданием приобретается царствие Божие. И эта имена необходима должна совершиться именно таким образом и не без труда. «Многими скоробями надлежит нам войти в царствие Божие», говорит Господь. 2 Фессалоникийцам 1, 6, 7 «Ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами, в явление Господа и Иисуса с неба, с ангелами силы Его». «Ибо если справедливо пред людьми, то тем более пред Богом». В обыкновенном разговоре мы привыкли говорить «Если Бог ненавидит злых» или «Если Бог заботится о делах, то будет то». В полной уверенности, что слушающие необходимо ответить «Конечно ненавидит», так и здесь выражение «Ибо правильно значит «Конечно правильно». «Нельзя сказать, что как временные причиняемые вам скорби, так же временные будут и наказания, которые взамен их последуют на ваших гонителей от Бога». «Напротив, последние будут бесконечны, таков же будет и ваш покой». Вот и другое утешение, так как фессалоникийцы имели быть участниками в венцах вместе с Павлом, достигшим такого совершенства. Явлением Господа он называет второе пришествие Его, утешая их и этим. «Ибо, говорит, ныне он сокрыт, но не падайте духом. Он откроется, как Бог и Господь с неба, которые есть престол Божий, с ангелами силы, потому что ангелы – суть силы, то есть сильны. Посему, зачем вам унывать, когда мы имеем такого Господа, у которого слуги – суть ангелы – силы, те, которые гонят вас теперь, понесут наказание и не избегнут его». Второе фессалоникийцам 1.8 «В выпламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющемся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Толкование. «Кого прежде назвал оскорбляющими их, тех теперь называет непознавшими Бога. Этим он весьма мудро научает, что отомщение во всяком случае будет. Ибо если не за вас, то за себя он непременно отомстит врагам своим». Таким образом, это сказано для того, чтобы фессалоникийцы были вполне уверены, что гонители во всяком случае будут наказаны, а предыдущее сказано для того, чтобы они утешились. «Что ради чести их Бог накажет гонителей их, если Он наказывает тех, которые препятствуют другим слушать Его, каковы и есть теперь ваши гонители». Выражение «в пламенеющем огне» можно отнести или к словам «совершающего отомщение», как бы сказал, «наказывающего неверных гиеной». Или так, «в явлении Христа, которое будет в пламенеющем огне», как говорит Давид, «пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его». Псалом 96, 3. «И Даниил, огненная река выходила и проходила пред Ним». Даниила 7, 10. «Заметь, что в пламенеющем огне сказано, вместо в огне жгущем, но не светящем». «Для грешников огонь будет только жгущим, но не светящим. Для праведников – светящим, но не жгущим». 2 Фессалоникийцам 1, 9. «Которые подвергнутся наказанию вечной погибели». «От лица Господа и от славы – могущество Его». Толкование. Итак, где оригенисты, баснословящие оконечности мучений? Его, то есть мучения, Павел назвал вечным. Каким же образом у вас вечное может быть временным? Здесь апостол показывает легкость, с какой это совершится. «Для этого, говорит, не нужно каких-либо усилий, но достаточно явиться Богу, и всех непослушных постигнет наказание. Один вид его, и пришествие будет для одних светом, для других – наказанием. Ибо Он не просто приидет, но со славой крепкой. И слава Его не без могущества будет, и могущество не без славы. То есть Он явится как Царь всемогущий». 2 Фессалоникийцам 1, 10. «Когда Он приидет, прославится во святых Своих и явится димным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Толкование. «Когда люди, противящиеся ныне Евангелию и превозносящиеся, увидят, что те, которых они мучили, стали участниками бесконечной славы, тогда явно откроется слава Божия, ибо слава их есть Его слава. Так что тем Он прославляет святых, тем и Сам прославляется. Подобно тому, как Его богатство состоит в том, что есть верное, так и слава Его в том, что есть такие люди, которые будут наслаждаться Его благами. То есть чрез уверовавших. Здесь предлог «во» вместо «чрез». Ибо когда людей злосчастных и от всех преследуемых Он удостоит такой славы, тогда обнаружится Его сила. И иначе, когда перестанут посреди судилища те, которые перенесли бесчисленные бедствия, будучи принуждаемы отступить от веры, и все-таки они не отступили, тогда обнаружится слава Божия и их слава. Дивен, говорит, будет Бог в тот день, потому что вы поверили нашему свидетельству и проповеди, то есть потому что вы уверовали и соделали себя достойными тех благ, которые дарованы будут тогда верным. «Хорошо, — сказал выше, — в день он и, ибо тогда на деле они покажут себя истинно верующими, а теперь многие притворяются верующими. Поэтому и премудрый говорит, не считай человека с счастливым прежде смерти». 2 Фессалоникийцам 1.11 «До всего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Толкование. «Что же, разве они не были званы?» «Да, были, но не о том звании, — говорит апостол, — ибо потому много званных, и не имевший брачных одежд был зван, — Матфея 22.25. Званы были и пять дев, — Матфея 25.11. Но ни он, ни они не вошли. Звание здесь апостол разумеет то, которое подтверждается делами, и которое, собственно, и есть звание. Как и вера, настоящее есть веродеятельное. Поэтому он прибавляет следующее. «Такое, — говорит, — я разумею звание, — чтобы всякое благоволение Божие, то есть все, что ему благоугодно, исполнилось в вас, и вы явились такими, какими быть вам желает Бог, ни в чем не имея недостатка. Здесь же апостол иссмеряет их гордость, чтобы они не превозносились многими похвалами, показывая этим, что они еще несовершенны. «Да соделает, — говорит Бог, — в вас терпение гонений совершенным. Каким образом? — в силе, то есть усилив вас и укрепив, ибо терпение есть дело веры. Так что кто не имеет терпения, тот не показывает и дело веры». 2 Фессалоникийцам 1.12 «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Толкование. «Если будет в вас все сказанное, то еще в этой жизни, — говорит апостол, — имя Господа прославится в вас, ибо когда увидят вас терпящими всякое искушение из любви к владыке своему, то это в славу ему будет, то есть то, что он настолько благ, что рабы готовы умереть за него, и настолько силен, или силен, что укрепляет вас в терпении. Но и вы в нем прославитесь тем, что настолько верными оказываетесь, что все претерпеваете, ибо слава раба в том, чтобы быть верным владыке своему. Еще иначе, страдание за Христа есть слава, потому что оно делает людей более чистыми, всегда готовыми предаться на смерть, показывающими себя выше смерти. И это, — говорит апостол, — зависит от Бога, а не от нас. Благодать Его есть и то, если, — говорит Господь, — прославляется в вас, когда мы ничего не почитаем Ему, как сладчайшему всего, и то, если мы прославляемся в Нем, когда получаем от Него силу переносить все испытания. Второе фессалоникийцам, вторая глава, 1-2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Толкование. «Не говорит, когда будет воскресенье, но что теперь оно не последует. Вот чему он учит. Так как были некоторые обманщики, которые говорили, что настало уже время общей кончины и пришествия Господа, к немалому утешению апостол сказал также и то, что верные будут собраны к Нему, чтобы быть вместе с Ним. Как и в первом послании он сказал, что достойные тотчас по воскресенье будут восхищены Господу, что означает слово молим, то есть упрашиваем вас, чтобы вы не поколебались и не отклонились от правильного убеждения, какое до сих пор имели, и смущаться ни от Духа, то есть через пророчество, ибо некоторые, лицемерно объясняя пророчество, обольщали народ, говоря о пришествии уже Господа. Нет слова, то есть учением, выражаемым на живом языке, устно. Обманщики, поддельными посланиями, будто бы посланными Павлом, подтверждали то, что говорили. Не ужасайтесь, говорит, что настал день Господа, то есть пришествие Христа. Второй Фессалоникийцам 2.3 «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Толкование. «Не как пророк, не как учитель, не как от меня пишущий таковое, не будет, говорит, пришествия Господа, если не придет отступление, то есть антихрист. Отступлением апостол назвал его, потому что он на самом деле таков. Он имеет отклонить многих, даже избранных, если можно. Его же назвал и человеком греха, потому что он совершит всякое беззаконие и других натолкнет на беззаконие. И сына погибели назвал, потому что он и сам погибнет. Кто же он такой? Уже ли сатана? Нет, но некий человек, принявший всю его силу. Слава Иисусу Христу! Второй Фессалоникийцам 2.4 Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Толкование. Он не будет приводить людей к идолослужению. Напротив, отвергнет всех Богов и все предметы почитания их, или идолов, и себя одного объявит Богом. Не сказано в Иерусалимском, собственно, храме, а просто в храме, во всяком храме Божием. Не сказал апостол, что он будет называть себя Богом, но что он будет стараться показать себя Богом. С маленькой буквы. Ибо он совершит великие дела и покажет знамение к соблазну всех. Второй Фессалоникийцам 2.5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Толкование. Отсюда ясно, что апостол передавал Фессалоникийцам великие тайны и не письменно. Видишь ли, что необходимо постоянно говорить об одном и том же, с настойчивостью повторять одни и те же слова. Вот они слышала апостола, говорящего об этом, когда он был у них. И однако, опять имели нужду в подтверждении. Ничего, говорит, необыкновенного, я не говорю, но то же, что и всегда говорил. Апостол несколько пристрижает фессалоникийцев, говоря, не помните ли, так ли скоро вы забыли. Второй фессалоникийцам 2.6. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Что? То, толкование, что не допускает, означает препятствие. То, что мешает. Что же это такое? Одни утверждают, что это благодать Святого Духа. Другие, римское государство. С последними согласен и святой Иоанн Златоуст. Ибо, когда оно не разрушится, антихрист не будет иметь возможности делать, что ему угодно. Поэтому Павел и сказал прикровенно. Он не хотел навлечь на себя напрасной вражды и бесполезной опасности. Ибо, если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, то его немедленно стерли бы с лица земли, как возмутителя, а вместе с ним и всех верующих, которые обрадовались бы разрушению такого государства. Что апостол говорит не о благодати Святого Духа, это ясно. Во-первых, он не сказал бы тогда прикровенно, но сказал бы определенно, потому что и ныне удерживает антихриста благодать Святого Духа, то есть благодатные дары. Затем, если бы антихрист должен был явиться тогда, когда оскудеет чрезвычайные дарования, то он уже явился бы, потому что они давно оскудели. Заметь, не сказал также и того, что это скоро будет, но говорит, открыться ему в свое время, а опять время оставил неизвестным. Второй Фессалоникийцам, 2.7. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Толкование. Так называют апостол Нерона, который был прообразом антихриста. Он был также человек беззаконный и хотел, чтобы его назвали Богом. Хорошо сказал он тайно, ибо говорит Нерон не так явно и бесстыдно восставал против всякого Бога, как тот восстанет. То, что говорит апостол, имеет такой смысл. Прежде чем настанет время антихриста, нашелся другой человек, немногим уступающий ему. Что же удивительного, если уже есть антихрист? Прекровенно апостол сказал о Нероне, не из рабского страха, но чтобы и нас научить не навлекать на себя излишней ненависти, когда ничто к этому не принуждает. То есть, когда будет взято от среды римское государство, тогда он придет. Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу. Когда же оно будет разрушено, тогда водворится безначалие, и он будет стремиться похитить человеческую и божескую власть. Подобно сходится, что когда говорится пал, пал Вавилон, Вавилон это Рим. И вдруг Рим старый теряет свое значение, новый Константинополь, второй Рим. И наконец претензия, как пишет Епифанис Лавенецкий, на звание третьего Рима Москва. И он говорит, третий Рим Москва, четвертому небыти. И получается так, хочешь ты не хочешь. К мировому владычеству многие и стремились. И где они заканчивали? Наполеон захватил все, взял Москву, сжег, отступил, ничего нет. Гитлер вплотную подошел, весь мир захватил, опять Москва и опять дальше идет. И будет в конце концов разрушено все, потому что с севера эти войска двинутся вниз. И там они будут пожжены все. И тогда сгорит, пал Вавилон великая блудница, сожжена будет. атомный бомб, чтобы ее стереть полностью всю. Говорят, а это не Москва, а это Вашингтон или Амман. Это два города находятся, которые на семи холмах. Но от которого обогатили все. От кого обогатили? От Америки обогатили? Она грабит все народы. От России бесплатно. Вот обогатили все. Все олигархи разворовали Россию, ничего нету. Самая беда. 72-м месте только по обеспечению медицинскому. Сказать страшно даже где. И дальше вином блудодеяния учения. Такого вином блудодеяния коммунизм рассылать везде, всем помогать тоже нигде не было. Какое вино? В Америке вообще ничего, никакой идеи нету. Одно грабь, дави, убирай и все. Москва определенно. И об этом, если там он боялся Нерону сказать, что это Рим. Я не знаю, чего бояться это было. Он возникнет гонения, давно так возник гонения всех христиан старался уничтожить. Что это Москва у нас везде открыто написано в книгах. ничего, сегодня все это, видимо, времена изменились. Далее. Подобно тому, как прежде этого государства разрушены были царства именно Мидийское вавилонянами, вавилонское персами, персидское македонянами, македонское римлянами, так это последнее разрушено будет антихристом. То есть Москва разрушена будет антихристом. И это с большей ясностью передает нам Даниил 2.37 и далее. Под выражением удерживающей некоторые понимали идолослужение. Когда говорят прекратится удерживающее заблуждение, уничтожится идолослужение, тогда и явится антихрист, как некогда сказал Господь. Проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Сейчас говорят удерживающий это царь Николай Второй. Это уж вообще не знает. Какой он удерживает? Что он удерживал? Что оно было в церкви-то? Когда все под его руководством было. Удерживающий вот он говорит здесь удерживающий дух святой конечно через определенные органы власти. Сегодня какие конституции есть демократическое государство в основном взятое из римского права оттуда идет это. Да тут еще надо понимать в духовном плане. Другие словом удерживающий называют определение Божие. Когда говорят исполнится Божие определение удерживающие ныне пришествие Антихриста и настанет определенное ему время тогда он и откроется. А некоторые как сказано уже утверждали что Дух Святой удерживает Антихриста. Когда он вследствие людских беззаконий взят будет от среды удалиться тогда беззаконник будет иметь свободное место чтобы обнаружить себя. И во всю власть свою говорит апостол он получил тайну беззакония. Ибо ересеначальники Симон и Николай делали дела Антихриста и все последователи их Маркион и Монтан который назвал себя даже утешителем и Монест и другие но ты следуй толкованию святого Иоанна как более истинному. Таких антихристов сколько выдают себя сегодня в Красноярском крае милиционер Сергей Торопов за арместарион выдает и много было таких так что все это будет разрушено Второе фессалоникийцам 2.8 И тогда откроется беззаконник которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего толкование точат же и утешает Господь убьет его ибо подобно тому как огонь еще до появления своего издали приводит в оцепенение и уничтожает малых животных так и Христос одним повелением или дуновением исполненным Святого Духа умертвить его и одним пришествием своим истребит то есть совершенно уничтожить его ибо явившись только он положит конец обольщению 2.8 никийцам 2.9 того которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными толкованиями апостол учит нас кто такой антихрист именно он человек имеющий в себе сатану который будет действовать через него то есть он обнаружит всю свою силу но ничего не будет иметь истинного напротив все обманчивое перед пришествием антихриста вот это ложь верить смута всякая как бы ни было интернета ничего бы не знали любую пакость запустят люди уже верят и ухватились умер тот проходит время нигде ничего нет любую идею почему а как же одни верят другие нет кто молится Богу исполненной благодати Духа Святого крещен Духом Святым они не пойдут за ним не пойдут он такой же человек не три глаза у него будет где-то и сегодня это идет подготовка одно отрицает другое третье то есть ложь входит в людей и наконец полностью все затопит и останутся отдельные только где-то люди и будут они очень хорошо доказывать обольстили что коммунизм то есть царство Божие будет на земле а тайно написал 90% уничтожим Ленин писал а 10% все-таки доведем до коммунизма довели идея была у Гитлера новое учение христианство убрать убрали будет так как Бог сказал но он лжец и отец лжи вот это главное его оружие он будет лгать и выдавать себя за Бога за Бога и в трех словах Владимир Сергеевич Соловьев об этом подробно пишет найдутся там среди западной восточной протестанты и они скажут только признай что ты тот то Бог откуда пришел умер за грехи людей вот этого я сделать не могу а так удовлетворить всех православным нужен все мощи откроет все храмы все крестные ходы католикам возвысит папу он все это описывает сегодня оказывается протестантцев больше чем православных почти в три раза доигрались и православные вообще как помутненные разумом ничего не понимают о чем бы не говорил и ложь входит свободно как вот чтобы принять антихриста первые примут все таки православные и не где-то в России царя царя искупителя какой искупитель царь когда бог послал сына своего единородного далее с чудесами ложными то есть поддельными или вводящими в обман тех кто обращает на него внимание павел предрекает это чтобы не прельстились живущие в то время 2 фессалоникийцам 2 10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения толкование он будет страшен повсюду своей властью потому что все будет делать с жестокостью чтобы прелестить людей и причинить им зло разрушая их спасение но чтобы кто не пришел в недоумение говоря для чего бог попустил прийти ему когда люди должны потерпеть столько вреда апостол отвечает не бойся он возобладает над погибающими которые хотя бы он и не пришел остались бы неверующими любовью истины он называет Христа ибо он был и то и другое и приходил ради того и другого по любви к людям и чтобы открыть истину апостол намекает на то что больше всего обольститель будет иметь силы среди иудеев ибо они не приняли Христа не уверовали в него об этом и Христос говорит им я пришел во имя отца моего и не принимайте меня а если иной придет во имя свое его примите Иоанна 5 43 2 Фессалоникийцам 2 10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения толкование пошлет вместо попустит ему прийти смотри сначала они отвергли истину и тогда оставил Бога и ложа владела ними действием заблуждения апостол называет дела антихриста которые он делает для того чтобы обольстить или так он назвал и самого его действующего по побуждению сатаны чтобы прелестить многих постел Продолжаем.